Имеешь два высших образования, но не имеешь ничего? Знаешь валентность промо и столицы Нью-Карагуа? Тогда твой мозг способен на большее! Играй в Point Game! Зарабатывай деньги своим умом! Point Game. Удачи ни при чём! Всем привет, с вами Лурк, и в этом видео будет больше вопросов, чем ответов. Буквально на днях случилось забавное в кавычках событие. В городе Клинцы разразился скандал из-за того, что в марте 2018 года 50 детей за счёт Международного благотворительного фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями и находящимися в тяжёлой жизненной ситуации бесплатно съездили на отдых в Турцию. Но позже выяснилось, что большинство из них оказались детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы. Классика! Журналисты местного издания подняли скандал, обвинив власти города в нечестном распределении бесплатных путёвок. Перебью. Родители дрались за место получения путёвок. Почему там оказались одни дети... Покажите мне, вот вы сейчас мне говорите, родители дрались, боевые действия проводили. Вот, подождите, давайте вот по факту, да? Почему там дети работников администрации? А дети работников администрации, это не дети города Клинцы? С самого начала, скажем так, вся работа, которая проведена до этого, она была опошлена и, скажем так... Я вам скажу, что именно вами она и была опошлена. Мы абсолютно не видим здесь никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. Понимаете? 7 тысяч детей в городе, из них поехало 50. В группе должны были дети администрации? Должны быть многодетные, должны быть больные дети? То есть отставок не будет, отставок, то есть добровольно никто уходить не будет. После такого события, то есть вы считаете, всё нормально, то есть идите... Какие отставки? Подождите, о чём вы сейчас говорите? Владимир, ваше мнение, понимаете, всё равно, оно может быть при вас. У меня тоже есть определённое мнение по любому абсолютному человеку здесь присутствующему. Если есть какие-то вопросы, претензии ко мне, я готов сейчас выслушать и ответить. Но вы считаете, что до употребления не было? Ваше личное мнение? Моё мнение никаких не было. Мне вот так нравится реакция в конце. Ой, какие отставки, из-за чего нам уходить в отставку? Никаких злоупотреблений должностными полномочиями тут не было. Ну да, всё в порядке, что здоровые дети чиновников поехали вместо больных детей обычных работяг. Это у нас уже в стране традиция такая. Вы у нас воруете, а мы молчим. У нас это такая негласная договорённость с властями. Но в этот раз почему-то не прокатило. И данное видео разошлось по всему интернету. После чего прокуратура произвела проверку и подтвердила, что власти скрыли информацию об акции фонда для нуждающихся детей. Цитата. «Должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюдён принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению», резюмировала прокуратура. Ну короче, если кто не понял, действительно нуждающиеся в этой поездке не были оповещены, а на их место чиновники просто засунули своих детей. Классика! А, хотите ещё один прикольный в кавычках факт. Вот у этого галантного мужчины справа, это глава города Клинцы Олег Шкуратов, так вот, его дочь ездила в Турцию вместе с другими детьми чиновников. Так вот, в прошлом году данный Гардемарин задекларировал доход свыше 66 миллионов рублей. Я так полагаю, теперь так выглядит каждый человек, который находится в тяжёлой жизненной ситуации. А ещё смешной момент, на данный момент Людмила Лупская, это та весёлая женщина в кадре, которая удивилась вопросу об отставках, ушла в отставку. «Выкуси! Хуй тебе, неудачник злоебучий!» Ну а губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что поскольку новость вызвала большой резонанс, то будут ещё проверки. И вот тут я хочу задать вопрос, один очень серьёзный вопрос. А если бы эта новость не вызвала общественный резонанс, и об этом не стали бы говорить все вокруг? Что, вы бы всё на тормозах спустили? Почему в нашей стране для того, чтобы шестерёнки правосудия закрутились, нужна обязательно общественная огласка? Почему именно страх потерять должность, или страх сесть в тюрьму побуждает наших чиновников к действиям? Почему не светлые идеи заботы о своём народе, чьими слугами они, собственно, и являются? Почему именно страх, что тебя возьмут за жопу, заставляет их работать? Зачем вы идёте в политику, если не хотите сделать жизнь людей чуточку лучше? А, хотя нет, я понимаю, зачем они идут в политику. Бабки, бабки, сука! Бабки! Сука! Вот я, кстати, ещё чего не понимаю. Как Олег Шкуратов вообще стал главой города с таким уровнем интеллекта? Ну вот смотрите, о чём я. Вот представьте, ну хотя бы на минуту, что вы крупный чиновник, глава целого города, и у вас есть дочка. Комсомолк! Спортсменка! Наконец она просто красавица! Спортсменка, которая прыгает на 5 метров 45 сантиметров в длину. А именно так ответил Олешко в ответ на обвинение журналисту. Цитата. Когда Владимир Шик, главный редактор Клинцы Инфо, прыгнет на 5 метров 45 сантиметров в длину, тогда пусть тоже претендует на поездку в Демре. Так вот, представьте, что у вас тоже есть такая прекрасная дочка, и вы отправляете её за счёт Международного благотворительного фонда в Турцию. Вот. Наверное, даже у вас промелькнула мысль о том, что это, блядь, слишком палевно. А вот у нашего друга Олега Шкуратова не появилась такая мысль. Теперь вы понимаете, насколько умный данный человек? Ну, или насколько ему похуй. Ну, хотя у него есть 66 миллионов в год, поэтому вряд ли он глупый. Значит, вариант номер 2. Им так похуй, ребят! Им фантастически похуй на нас! Справедливости ради скажу, что в итоге Олег Шкуратов перевёл 450 тысяч рублей на счёт благотворительного фонда, за счёт которого дети чиновников ездили в Турцию. Но это он как бы оплатил поездку. Но сделал он это только после широкой массовой огласки. Не по приезду из Турции, куда он ездил вместе с своей дочерью в качестве сопровождающего. Сам он это прокомментировал так. Не знаю, почему журналист решил, что должны были ехать именно дети с тяжёлыми заболеваниями. По моим данным, фонд не ставил таких условий. Ехали мы в первый раз, естественно, было волнение. На такие поездки на одного ребёнка нужен был один сопровождающий взрослый. С детьми-инвалидами в этом плане сложнее. Да, действительно, с детьми-инвалидами сложнее. Поэтому Олежка отправил свою дочь и поехал сам. Ну, я отвечу тебе, Олег, почему должны были поехать именно дети с тяжёлыми заболеваниями. Ну, наверное, потому что сама суть благотворительности это помогать тем, кто не может позаботиться о себе сам. Помогать незащищённым слоям населения, понимаешь? Ну уж точно не миллионерам и чиновникам, как ты. Так вот, к чему я это? Я не понимаю, почему в нашей стране всё работает именно через кнут. Почему должна подняться волна народного гнева, прежде чем начнутся проверки? Причём у нас во всём так. Вспомнить хотя бы недавний случай с девушкой, которой был нужен рецепт на инсулин, а врач ей ответила Ну, все, наверное, помнят этот случай. Так вот, того врача уволили, но мне почему-то кажется, что если бы это видео не выложили в интернет, ничего бы врачу не сделали. Даже если бы та девушка обошла всевозможные инстанции. Но это лишь моё предположение. Но конкретно в этом случае с отправкой детей в Турцию именно общественный резонанс заставил компетентные органы начать проверки. И вот у меня два вопроса. Почему наши слуги народа начинают нормально работать только после того, как вот самый народ даст им пинка под зад? И второй вопрос. Зачем нам такие слуги народа? Я считаю, что когда происходит такой локальный пиздец с чиновниками, которые своих детей куда-то отправили, или что-либо украли, откатили, нужно увольнять не только причастных, а также всё вышестоящее руководство, вплоть до губернатора или мэра. Да, возможно, звучит как-то нереалистично, но зато проверки будут чаще, контроль будет выше, да и общее качество работ чиновников поднимется. Ну а пока имеем то, что имеем. И мне кажется, я нашёл ответ на вопрос, почему слуги народа ведут себя именно так. А, ещё у меня тут для вас небольшое объявление. Во-первых, всех с наступающим Новым Годом, сам я этот праздник не очень люблю, но те, кто празднует, удачного вам отдыха. И второе, с Нового Года у меня на канале планируется большое количество стримов с разными блогерами. Ну да, я человек уже не последний на Ютубе, поэтому у меня есть возможность приглашать к себе других блогеров. В связи с этим хочу попросить вас подписаться на мою группу в ВК, ссылочка будет в описании. А также нужно подписаться на рассылку уведомлений тоже в ВК. Это нужно для того, чтобы всегда быть в курсе, когда проводятся стримы. Короче, подробности в группе. А, ещё среди подписчиков группы буду частенько проводить небольшие розыгрыши. Ну а теперь продолжайте слушать эту великолепную песню. И сколько б ты не крикнул, бля, запишут болен головой. Ты бесполезная деталь на теле матушки страны, и твою голую печаль сожрут живьём её чины. Власть, власть, разевай пасть, не останови ту силу. Власть, власть, некуда упасть, чтобы спрятаться от мира. Власть, власть, вопирует сласть после чумового пира. Власть, власть, не устанет красть и народу рыть могилы.